Здравствуйте, с вами Сергей Проходский и сегодня мы поговорим о газоне. Ровная, изумрудная, зеленая лужайка. Многие из вас, я думаю, хотели бы или постоянно ее используют. Зеленый ковер, который интересен для игр детей, который является передним планом цветников, посадок, который может быть сам по себе самодостаточным элементом и для многих без него, в принципе, не мыслим свой участок. Но где плюсы, там, естественно, есть и минусы. Если мы говорим про газон, мы прежде всего понимаем про то, что его как минимум надо косить. Если мы хотим хороший газон, то косить его надо часто. Если вы спросите специалистов, то вам точно скажут, что косить надо не реже одного раза в неделю. Таким образом получается, что если мы приезжаем, к примеру, на участок, на дачу раз в неделю на выходные, то обязательно косим газон. И основные мероприятия, которые включают в себя вот эту козьбу, а еще желательно подкормку, плюс полив, чтобы он летом не выгорел, как бывает в городах, вот даже вот этих три основных мероприятия, они занимают уйму времени. Прежде всего, конечно же, козьба. Волей-неволей задумаешься, как же сделать так, чтобы лужайка была, но все-таки не вкладывать туда столько сил, энергии, а наоборот наслаждаться ей. Ведь мы создаем как раз-таки газон именно для этого. Давайте попробуем внедрить понятие ленивого газона. Насколько он возможен и как можно его создать. Итак, что такое ленивый газон как таковой? Прежде всего, будем подразумевать под этим то, что мы минимально будем за ним ухаживать. То есть мы максимально сократим уход, прежде всего, соответственно, козьбу, чтобы максимально пользоваться этой территорией. Как же газон не косить? Первое, на что необходимо обращать внимание, это на состав трав, которые вы используете для создания газона. В большинстве своем более дешевые варианты, они, как правило, быстро растущие, быстро всходят и дают хороший визуальный эффект. То есть вы купили семена, посеяли их, соответственно, и у вас через неделю уже там чуть ли не колосится трава. Вот это первое негативное качество. Достигается оно прежде всего в большинстве своем включением в состав вида райграс и его сортов. Это как раз таки то злаковое растение, которое очень быстро способно развиваться, расти и так далее. И вроде бы кажется хорошо, ведь мы быстро получаем зеленую качественную лужайку, но в дальнейшем это только минусы. Он постоянно растет. Вы его скосили, он уже опять вырос. Скосили еще раз, опять. И так неделя за неделей, месяц за месяцем. Поэтому первый совет при создании газона выбирайте сорта, виды и травосмеси из лаковых трав, медленно растущие. Не райграс, а лучше мятлик, а еще лучше овсяница. В зависимости от условий, понятно. Если вы покупаете готовую травосмесь, обратите внимание, что есть травосмеси, на которых так и будет указано, что она медленно растущая. Например, травосмеси Китс Лаун, или Мини, или Гольф Мастер. Те, внутри которых включены сорта, которые растут медленнее других. В дальнейшем это будет только плюсом. Они будут меньше нарастать, косить вы их будете реже, но плотность будет сохраняться такой же, как и у других видов газона. Второе. Если мы все-таки создаем газон, то не обязательно его делать из классических именно злаковых трав. Так, ведь можно же туда и чего-то домешать, и добавить. Например, попробуйте использовать альтернативные варианты. Наверняка на участке есть уголки, которые сейчас засеяны газонной травой, но там можно применять какие-то альтернативные варианты. К примеру, если мы территории не пользуемся, не ходим, не топчемся по ней, может быть, на ней можно посадить барвинок малый, который тоже будет зеленым ковриком, но который никогда не надо будет косить. Малоуходное растение, которое создаст вот тот, опять же, нижний такой горизонтальный ярус. Вполне возможно, в ваших условиях будет расти пахизандра верхушечная или еще целый ряд других низких зеленых почвопокровных растений. Альтернатива газону как раз-таки в почвопокровниках. Сейчас многие ландшафтные дизайнеры используют эти растения для того, чтобы добиваться создания горизонтальной зеленой поверхности в тех местах, где нам нет необходимости его использовать и по нему ходить. Особенно это касается участков тени. Там, где вы хорошего газона и так не получите, и смысла от этого никакого не будет. Третье. Попробуйте для создания ленивого газона использовать специализированные злаки, которые сильно отличаются от других. Одним из таких примеров является полевица побегообразующая или столуновидная. Этот злак сильно отличается от всех сортов мятлика, всяницы, райграса вместе взятых. Во-первых, он обладает таким сизо-голубоватым, белесым оттенком. Но главное его преимущество в том, что он не способен вырастать на высоту там, не знаю, 20 сантиметров и потом активно колоситься, достигая при этом там чуть ли не полуметра. Это трава, которая сначала как будто бы прорастает, растет в высоту, потом постепенно склоняется и таким образом лежит такими небольшими кочками, плюшками. Но выглядит это достаточно опрятно. Это газон, который ложится и получается такой очень мягкий-мягкий коврик. Да, кому-то может показаться неряшливо, но с другой стороны это тот газон, который не косится, который очень природный, естественный, натуральный, немножко другого цвета. И вполне возможно кто-то найдет в этом для себя хороший вариант замены тому классическому основному газону. Следующее, что я бы хотел обратить, если вы хотите создать для себя ленивое пространство с газоном, это если вы будете делить пространство с газонами на несколько частей. То есть, к примеру, если у вас есть основная лужайка, есть какие-то еще дополнительные пространства, вот на той основной лужайке, где вы бегаете, играете, там дети приходят и так далее, используйте классические травосмеси. Но напомню, что лучше из медленно растущих трав. А на других участках, где, к примеру, у вас растут плодовые деревья, какие-то располагаются другие элементы, где нет необходимости поддерживать идеальный газон, идеальную английскую лужайку, используйте также альтернативы. И последний здесь пример, который взаимосвязан с тем, что я говорю, это клевер. Обратите внимание, в природе клевер белый низкостелющееся растение, которое заполняет горизонтальное пространство, таким образом является альтернативой газону. Цветет белыми цветками, да, привлекает насекомых, в частности, шмелей и пчел. Но если вы его скосите до цветения, он отрастет, во-первых, не на полную высоту, а достаточно низко, в пределах, там где-то примерно 5-7 сантиметров по высоте. И если зацветет, то гораздо более редко. Либо не зацветет вообще. Будете скашивать его на протяжении года как минимум в 2-3 раза реже основного газона. Некоторые клевер косят буквально несколько раз за сезон. И вы получаете зеленый, зеленое покрытие, очень устойчивое к вытаптыванию, кстати, не требующее подкормки, потому что, напомню, клевер относится к семейству бобовых, которые фиксируют азот из воздуха и обогащают почву. Одни плюсы. Единственное, со временем, конечно, клевер может быть не сильно долговечным, а возможно потребуется его подсев. Хорошей комбинацией будет использование клевера в сочетании с злаковыми травами. То есть, домешайте в травосмесь семена клевера и используйте на участке. Советую также обратить внимание на то, что сейчас в современной селекции и в ландшафтном дизайне используется современный микроклевер, который является низким-низким ковриком и хороший вот следующий шаг в развитии таких клеверных газонных покрытий. Я надеюсь, что в совокупности перечисленной информации кто-то выберет для себя вариант использования низко растущих и медленно растущих трав, кто-то будет использовать альтернативы, будь то клевер, будь то какие-то почвопокровные растения, кто-то разделит пространство, используя основной газон и выделяя какие-то дополнительные элементы и таким образом сократит уход. Важно действовать с учетом обстоятельств. Проанализируйте территории, где какой вид газона можно создать и выберите что-то из этих вариантов. Расскажите потом, что получится в комментариях. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин